Привет, друзья! С вами Азат, специально для проекта InDubai. И, как вы помните, я обещал вам рассказать про Дубай в сравнении с другими городами. В этом видео я расскажу вам про Дубай по сравнению с Москвой. Итак, я прилетел в Москву, в аэропорт Домодедово. К сожалению, видео про аэропорт Домодедово я снять не успел по прилету, было не до этого. Скажу лишь одно, что по сравнению с Дубаем непривычно было, что люди все бегут, торопятся, толкаются, быстрее пройти паспортный контроль, то есть чуть ли не с ног сбивают. В Дубае по прилету в аэропорт вы такого не увидите точно, то есть все люди идут спокойно, не спеша. Допустим, вы успешно прошли паспортный контроль и забрали багаж. И теперь вопрос, как добраться в город. В Москве есть специальные электрички, они называются Аэроэкспресс, и ходят буквально каждые полчаса из аэропорта в город без остановок. Очень удобно, то есть буквально через 40 минут вы окажетесь уже в городе без всяких пробок. Также внутри этого Аэроэкспресса есть специальный журнальчик Аэроэкспресс, в нем вы можете увидеть расписание поездов, также схемы метро, ну и всякая дополнительная информация о Москве, о местах в Москве, там рестораны, реклама, отели и все прочее. В Дубае все зависит от того, в какой именно терминал вы прилетели. Если вы прилетели в терминал 1 или терминал 3, то сразу можете попасть из терминала в метро, ну либо поймать такси, если хотите ехать на такси. Если же вы прилетели в терминал 2, то там метро уже нету, и придется вам ехать только на такси. Кстати, в аэропорту Дубае, если вы садитесь в такси, то счетчик стартует от 20 дирхам, если это маленькая машина типа Toyota Camry, а если это большая машина типа минивэна, то цена такси уже стартует от 25 дирхам. Теперь про московское метро. Как вы видите, оно довольно старое, и не особо свежий ремонт, такое все в духе 80-х годов, грязновато оно. Конечно, дубайское метро по сравнению с московским выглядит гораздо лучше. Оно новое, блестящее, сверкающее, современное. В московском метро станции находятся довольно глубоко под землей, и надо очень долго ехать вниз на эскалаторе. И еще есть такое правило негласное в Москве, когда вы едете на эскалаторе, обязательно стойте на правой стороне, а с левой стороны проход оставляйте свободным, потому что много людей бегает по эскалатору, и как бы, если вы будете стоять в этом месте, то они вас там будут толкать, будут беспокоить. Поэтому, если вы никуда не торопитесь, просто стойте справа и дайте проход тем, кто торопится и хочет проскочить слева. А в дубайском метро станции, во-первых, не такие глубокие, во-вторых, большинство станций находятся над поверхностью земли, и в-третьих, в Дубае не принято бегать по эскалаторам, поэтому можете стоять на эскалаторе так, как вам удобно. По сравнению с дубайским, в московском метро очень много людей, и все эти люди идут таким плотным потоком, прямо вот даже иногда бывает страшно остановиться, если остановишься, вдруг затопчут, вдруг затолкают, а в Дубае все-таки попроще с этим, попросторнее, и людей не так много в метро. В московском метро поезда довольно старые, и очень сильно шумят, и когда они едут прямо, когда стоишь на платформе, а шуши закладывают, особенно когда они вот трогаются, когда они стартуют. В дубайском метро, как вы знаете, поезда абсолютно новые, и еще плюс там перегородка стоит застекленная, то есть вообще шум от поезда минимальный, когда вы стоите на платформе, даже не слышно. Кстати, в московском метро поезда ходят гораздо чаще, чем в дубайском. Если в дубайском они ходят с интервалом 5-6 минут, то в московском метро поезда ходят с интервалом около 3 минут. Давайте теперь поговорим о том, что происходит на поверхности. Конечно, летом в России очень хорошо, то есть это зеленая трава, зеленые деревья, лужайки, кустики, цветы, и когда это все цветет, очень такой приятный душистый запах стоит. Да, у некоторых, к сожалению, аллергия на светение, но у тех людей, у которых нет аллергии, те люди могут наслаждаться этим благоуханием ароматов. В Дубае тоже есть зелень, тоже это все красиво, но вот почему-то ощущение такой природной гармонии в Дубае все-таки не чувствуется. А вот когда я приехал в Москву, прилетел, именно вот у меня в душе сразу возникло ощущение природной гармонии. На улице в Москве я случайно наткнулся на съемочную бригаду, они снимали фильм, и я не мог пройти мимо этого, и не мог остаться равнодушным, и остановился там, и подумал, вот бы было бы неплохо, если бы у проекта Индубай тоже была бы такая съемочная группа, такая команда, и мы бы могли снимать вообще супер-классные видеоматериалы для наших подписчиков. Наверное, вы знаете, что сейчас в России набирают популярность так называемые хостелы, это, скажем так, более дешевая и более демократичная альтернатива отелям, и я решил в этот раз воспользоваться услугами хостела и испытать на своей шкуре, что же такое хостел. Конечно, я сначала хотел забронировать отель, но так как я прилетел в Москву по делам, мне нужно было попасть в посольство Ирана, и было очень мало времени, то я искал жилье, находящееся в непосредственной близости от этого места, и, соответственно, выбрал Bananas Hostel, я его нашел через сайт booking.com и забронировал на этом сайте. Вот вы видите, как можно попасть в этот хостел, он находится в обычном жилом доме, в трехэтажке, полуразвалившейся, подъезд грязный, что еще, стены обшарпанные, ну, короче, не впечатляет, честно говоря. И, как всегда, каждое лето в России всех ждет сюрприз, это отключение горячей воды. К счастью, в Дубае такое не практикуется, слава богу, потому что в Дубае вообще нету центрального горячего водоснабжения, есть только холодное водоснабжение, а в каждой квартире стоит автономный водонагреватель, и его можно включать и выключать при необходимости. Вот так выглядит Бананас Хостел изнутри. Качество ремонта и внутренней отделки не очень, все тоже старое, все обшарпанное, и не поддерживается в должном состоянии, не очень чисто. И еще меня ждал неприятный сюрприз. Когда я приехал, оказалось, что моя комната занята. Я заказывал себе отдельную комнату с двуспальной кроватью, она была одна на весь хостел, и мне предложили как альтернативу комнату общую, где стоят шесть кроватей, но зато я там типа буду ночевать один. Мне было деваться некуда, так как я приехал поздно и уже не хотел заниматься всякими разборками, поэтому пришлось согласиться. Но, конечно, в следующий раз я уже ни за что не поеду в этот хостел ночевать. Хочу сказать несколько слов о еде. Меня приятно удивило, что в Москве без особых затруднений я нашел бизнес-ланч всего за 220 рублей, причем качество еды и ассортимент довольно-таки нормальный, довольно приличный. 220 рублей – это 7 долларов. За такие деньги вы в Дубае нормальный бизнес-ланч, такого ассортимента и такого качества точно нигде не найдете. Как минимум это обойдется вам в 2, а то и в 3 раза дороже. Дела в Москве я закончил довольно быстро, и теперь надо лететь дальше. И чтобы добраться до аэропорта Домодедово вовремя и без пробок, я опять воспользовался услугами поезда Аэроэкспресс. Поезд Аэроэкспресс легко отличить по красному цвету, но будьте внимательны, не перепутайте его с электричкой обычной, потому что некоторые электрички тоже есть красного цвета в Москве. Вот, например, эта электричка – это просто электричка, это не Аэроэкспресс. А Аэроэкспресс, вот вы видите, он подъезжает, он выглядит вот так, вот несколько иначе. Кстати, сейчас в Дубае и в Арабских Эмиратах нет железной дороги, но идет полным ходом строительства, и я надеюсь, что в ближайшие годы появится железная дорога, которая соединит Дубай и Арабские Эмираты с Саудовской Аравией и другими странами залива. Ну вот, мы опять в аэропорту Домодедово. Кстати, аэропорт довольно большой. Если сравнить с Дубаем, то аэропорт Домодедово вполне сопоставим с первым терминалом или с третьим терминалом Дубая. В аэропорту довольно много людей, аэропорт Домодедово довольно-таки загруженный. Единственный минус – это пресловутый российский сервис плохого качества, когда сотрудники аэропорта не улыбаются, не пытаются быть услужливыми, не пытаются помочь, а просто элементарно хамят, грубят и ведут себя недостаточно корректно с пассажирами. А вот что мне действительно понравилось в аэропорту Домодедово, так это терминалы автоматической регистрации на рейс. Все, что вам нужно сделать, это найти терминал, который обслуживает вашу авиакомпанию, следовать инструкциям на экране. Терминал довольно-таки умный, он автоматически сочетает ваш паспорт, автоматически предложит вам выбрать место в самолете и также автоматически распечатает ваш посадочный талон. Очень удобно, я прошел регистрацию буквально за несколько минут, и мне не пришлось даже стоять в очереди. В дубайском аэропорту таких терминалов я не видел, и надеюсь, что они появятся в ближайшее время. В завершении этого видео хочу сказать еще несколько слов про аэропорт Домодедово. В целом он мне понравился, большой просторный аэропорт, хорошая пропускная способность. Ничем этот аэропорт не уступает терминалам 1 и терминалу 3 Дубая. Размеры дьюти-фри тоже ничем не уступают, выбор в дьюти-фри тоже довольно хороший. Что мне не понравилось в Москве по сравнению с Дубаем, так это слишком жесткие меры безопасности в аэропорту. Мою сумку трижды сканировали через рентген. Первый раз сканировали мою сумку перед посадкой на Аэроэкспресс. Второй раз сканировали перед входом в аэропорт. И третий раз сканировали перед входом в зону посадки. То есть это вообще слишком много, по-моему. Как вы знаете, в Дубае, когда вы вылетаете из Дубая, у вас сумку сканируют всего лишь один раз. Второе, что мне понравилось, так это очень сложно было разобраться с Wi-Fi интернетом. Там были точки подключения МТС, free Wi-Fi, то есть бесплатный, белая бесплатный Wi-Fi. Но как к ним подключиться, как разобраться, что-то там было слишком сложно. Короче, я не стал с этим париться и просто решил не пользоваться этим интернетом. И третье, что мне очень не понравилось в аэропорту Домодедово, ну, вообще это общая черта для всех российских аэропортов, так это не обоснованы высокие цены на продукты питания, на закуски в зоне вылета. Например, круассаны с ветчиной, с лососем стоят около 400 рублей, чай стоит около 300 рублей. И непонятно, чем обоснована такая разница. Цена в городе значительно ниже, а цена в аэропорту значительно выше. Например, вот эта вот бутылочка воды и пакетик орешков, за них я заплатил 140 рублей. Ну, по-моему, это просто бессовестная обдираловка пассажиров, по принципу, куда-то денешься с подводной лодки. А в Дубае, например, такого не наблюдается. То есть, если вы в аэропорту, вы находитесь, неважно в зоне прилета или в зоне вылета, цены в дубайском аэропорту на закуски, на напитки точно такие же, как в городе. И это меня радует, это большой плюс. Друзья, на этом все. С вами был Азат, специально для проекта Индубай. Мне было очень приятно поделиться с вами своим опытом. Надеюсь, что вам информация-то оказалась очень полезной. Подписывайтесь на канал Индубай, оставайтесь с нами. До скорых встреч, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok